Добрый день, дорогие друзья! Сегодня четверг. Я рад приветствовать всех, кто смотрит программу Труба на канале Ходорковский Лайв. Меня зовут Кирилл Седов. Я прошу вас, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео в соцсетях, пишите комментарии. Все эти действия помогают нашей работе. Со мной на связи легендарный Михаил Крутихин. Рад вас видеть и приветствовать, Михаил Иванович. Добрый день. Ну вот предлагаю начать с рекордов. Рекорды в России на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Рекорды побили цены на оптовый бензин. Пишет газета «Коммерсант», что в среду стоимость топлива марки «Премиум-95» в ходе торгов выросла до 60 436 рублей. И вот я у вас хотел спросить, что происходит с ценами оптовыми, пока с ценами на бензин, что будет происходить с розничными ценами. Расскажите, пожалуйста, Михаил Иванович. Ну, здесь арифметика довольно простая. Давайте смотреть. Добыча нефти в России. Данные-то у нас засекречены теперь, но российские власти по-прежнему утверждают, что добыча сокращается из-за того, что Россия выполняет как-то свое обещание перед ОПЕК+. Ну, хорошо, там есть разные мнения, насколько сокращается добыча. Но мы видим, что не сокращаются объемы экспорта. Значит, по максимуму российскую нефть, а также и нефтепродукты, какие есть, больше сырой нефть, чем нефтепродукты, компании стараются отправить за границу. И хоть сколько-то за это получить твердую выручку какую-то. Это означает, что предложение нефтепродуктов в России сократилось. Раз сокращается добыча, а экспорт остается фактически на прежнем уровне, значит, где-то внутреннее потребление будет сокращаться. Значит, меньше нефти предлагается компаниям, которые держат автозаправочные станции. И они вынуждены соревноваться друг с другом на бирже, покупая объемы бензина и дистоплива уже по более и более высокой цене. Вот система-то работает вот так. Теперь мы видим, что поскольку такие цены, это значит больше 60 рублей за литр бензина 95-го, если вот такая цена продиктована оптовая, это еще не розничная. Это еще сюда не входят расходы по доставке этого топлива на АЗС. Это работа АЗС с какой-то нормой прибыли, все-таки должна быть тоже, туда все это дело не входит. Значит, что у нас получается? А получается так, что цены должны возрасти на АЗС. Поскольку правительство у нас старается эти цены держать, ну, хотя бы на словах, на более или менее разумном уровне, значит, нефтяникам будут приплачивать, приплачивать по так называемому демпферному механизму, который усыхает, то есть вот из государственного бюджета компания, вот компенсацию за потери на внутреннем рынке выплачивать все меньше и меньше. Ну, что это означает? Цена будет расти, это совершенно точно. Ну, тут, как в старом анекдоте, что бы ни случилось, но водка подорожает в том анекдоте. Здесь тоже. Что бы ни случилось, но цена на АЗС будет расти и расти, оказывая давление на цены всех остальных товаров, которые потребителям доставляют автотранспортом и так далее, и так далее. Вот вывод очень короткий. Если оптовая цена 60 рублей за литр, ну, 61 там даже уже, то сколько должна цена стоить на заправочной станции? И какую компенсацию надо заплатить нефтяникам за то, что они отправляют большую часть нефти за границу, вместо того, чтобы направлять ее на внутренний рынок? А есть какой-то у государства инструмент повлиять на эту ситуацию, действительно каким-то путем заставить нефтяные компании все-таки эту нефть в виде нефтепродуктов оставлять на внутреннем рынке? Либо просто этим никто не будет заниматься, потому что государство не до этого сейчас? Ну, если компания работает из коммерческих соображений, то она должна получать прибыль от торговли на внутреннем рынке. Прибыль она получать не может, потому что государство повышает акциз, повышает налоги, но требует от компании, от АЗС в данном случае, чтобы цена держалась на более низком уровне, что никак не может произойти. Ну, откуда взять ее такую цену? Значит, нужно компенсировать что-то нефтяным компаниям. Компенсировать надо путем вот этого демпферного механизма. То есть все в России налогоплательщики, которые формируют российский бюджет, должны сложиться из этого бюджета, приплачивать на АЗС за бензин, чтобы потребители получали его по цене не по 61 рубль за литр. Но вот этот механизм, он дает сбои, поскольку правительство, испытывая нехватку в деньгах, оно механизм уже модернизировало как-то, подготовило новые формулы расчета этой компенсации. Поэтому компаниям достанется меньше денег. А в результате, естественно, цены на АЗС будут расти. Ну да, как раз Блумберг писал, что в планах у правительства есть сокращение субсидий нефтяным компаниям как раз в рамках демпфера. То есть в любом случае нужно готовиться к росту цен на АЗС. Это уже неотвратимо. Ну а как? Если у нефтяной компании, у владельца АЗС, он покупает нефть оптом по 61 рубль, а продавать по сколько он должен. Ну, очень простой расчет. Арифметика. Да. Вы уже упомянули о том, что экспорт нефти не сокращается. Много новостей по поводу данных Международного энергетического агентства, что в апреле экспорт нефти из России был рекордным за все время войны в Украине. Одно из главных направлений поставы, как мы знаем, это Индия. Но вот сейчас что-то может измениться, потому что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель оборотил внимание, что зачастую индийские нефтепродукты, которые оказываются в Евросоюзе, они произведены как раз из российского сырья, и с этим что-то нужно делать. Он предложил придумать некий механизм, который запретил бы поставки таких нефтепродуктов из Индии в Европу. А есть ли решение действительно у этой проблемы? Потому что на дистопливе индийском не написано, что оно произведено из-за российского сырья. Как Евросоюз будет решать эту проблему, как вы считаете? Я вообще не вижу здесь никакой проблемы абсолютно. Но вы посмотрите, цель санкций какая была против агрессора, против военных преступников? Сократить финансовые возможности агрессора, чтобы он не мог адекватно финансировать свои военные усилия. Что происходит? Россия поставляет свою нефть на внешний рынок, вернее, ее покупают по цене ниже потолка. Ну, бывают нарушения, отдельные нарушения, там они их отлавливают, пытаются этому воспрепятствовать. А то, что купив дешевую нефть, индийские компании делают из нее нефтепродукты и продают по международным ценам, по рыночной цене, кому бы то ни было, то при чем здесь российский бюджет? Российский бюджет, все, вот, уже он пострадал, продав дешевую нефть. На этом можно поставить точку. А зачем над Индией-то издеваться в данном случае и заставлять ее как-то ограничивать поставки по каким-то определенным ценам? Это, ну, мягко говоря, нелогично, если не сказать, неумно с точки зрения рыночного предложения. Это даже и политического предложения. Да, плюс не создаст ли Европа головную боль уже себе, потому что что будет с нефтепродуктами в Европе и с ценами на них в случае введения таких ограничений? Вот тоже интересный вопрос. Как вы считаете? Да нет, там, Европа много раз пыталась себе уже испортить жизнь, но я помню предложения, до сих пор, кстати, звучат эти предложения, давайте вот всей Европы начнем покупать газ, например, по одной цене. Мы организуем какую-нибудь компанию такую или учреждение в Европе, которое будет покупать по определенной цене газ, а потом его распределять дальше по европейским странам, потребителям. Ребята, вы делали, когда Европейский союз, он возникал как экономический союз на основе общего рынка, а сейчас вы хотите отказаться от рыночных условий, ввести какой-то госплан, который будет централизованно вам распределять энергоносители и так далее. Вы о чем вообще думаете? Это у вас что, опять сталинские принципы руководства народным хозяйством возникают? Ну нет такого. И все последствия вот такого подхода, централизованного, монопольным и так далее, это что? Это будет медленнее, это будут перебои, это будет высокая цена в результате, в конечном итоге будет высокая цена для потребителя. Вот эти все попытки навредить самой себе Европе, мы их видим практически ежедневно. Я просто отмахиваюсь иногда от новостей, в ленте новостей по поводу того, что то один деятель, то другой деятель что-нибудь предлагает, то Боррель, то польский президент, то Урсула Ван дер Лайен, и там такая чушь идет иногда. Ну ладно, на потребителей информации это возможно действует, но когда затрагиваются интересы коммерческих компаний, работающих на рынке, то конечно такие предложения просто не пройдут. То есть вы считаете, что вот эта инициатива Борреля по поводу индийских нефтепродуктов все-таки никому не интересна? В Европе все-таки она не пройдет, да? Ну она не просто в Европе, она нелогична. Если вы хотите причинить ущерб российскому бюджету, они дальше, вот продав нефть, российский бюджет вот из этой схемы он уже ушел. То есть с кем вы дальше сражаться собираетесь? С Индией? Видимо с Индией. Еще одно громкое решение Евросоюза. Евросоюз предложил отказаться от поставок нефти, окончательно отказаться от поставок нефти по трубопроводу «Дружба» в Германию и Польшу. Об этом узнал Bloomberg, со ссылкой на источники об этом издания сообщает. И вот здесь вопрос. Много уже говорил, что это решение носит скорее символическое, сакральное значение. А я вот вспомнил наши с вами беседы о новом проекте, о новых договоренностях Казахстана и Германии, о продаже нефти как раз по трубопроводу «Дружба». Что будет вот с этим проектом в случае действительно, если перекроют северную ветку трубопровода? Ну, проект закроется, все правильно. А Казахстан-то почему здесь пострадает? Казахстан-то ни при чем. Потому что через Россию это пойдет, это идет через Россию, Россия получает транзит, естественно, доход от транзита этой нефти, транснефть там получает. И поэтому это наказание и Казахстана, и России. У Казахстана сложная сейчас ситуация, он почти на 80% в экспорте своей нефти зависит от России. Идет через территорию России КТК, Каспийский трубопроводный консорциум, там свою трубу поддерживает. И через территорию России еще идет нефть по нефтепроводу от Ирау, Самара. А дальше уже распределяется, либо в какие-то порты российские отправляются в тот же Новороссийск, либо вот шло по дружбе некоторое количество казахстанской нефти, но тоже немного. У Казахстана, вот я очень внимательно слежу за сообщениями, вот Казахстан находится на пороге гигантского прорыва, он отправляет нефть через Каспий, дальше в Азербайджан, также по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан или через Батуми отправляет уже из Грузии. Но там очень маленькие объемы получаются. И не очень выгодно это для Казахстана, поскольку он должен больше платить за транспортировку этих сравнительно небольших объемов. И потом, когда казахстанская нефть подмешивается к азербайджанской нефти, то получается снижение качества в трубе. Баку-Тбилиси-Джейхан. И уже другая марка идет, потому что азербайджанская нефть, вот сейчас я нарочно посмотрел, сейчас фьючерсы на следующий месяц на нее 81 доллар с половиной за баррель. Это самая дорогая нефть в мире сейчас, вот самый дорогой сорт азербайджанский. И поэтому Казахстан, когда он начинает портить эту смесь, то он вынужден будет платить дополнительно еще и за эту порчу. Без российского транзита нефти Казахстану сейчас не обойтись. И, конечно, если дружба закроется, это будет большим ударом. Вот интересно, вы сказали по поводу инициативы с индийскими нефтепродуктами, что в ней нет ни политического смысла, ни экономического. Есть ли хоть какой-то смысл для Европы в закрытии трубопровода дружба? Ну, большого смысла нет, потому что и так немного там нефти шло. Мы опять все время говорим о Польше и Германии, которые сидят на северной ветке этой трубопроводной системы. Там и Польша, и Германия научились обходиться без российской нефти. Да, с удовольствием они купили бы казахстанскую нефть, если транснефть позволит ее прокачку через этот маршрут. Но закрыть можно и большого ущерба не будет. Южная ветка, где Чехия, Словакия и Венгрия сидят на той ветке, через территорию Украины частично трасса проходит. Вот ее пока не закрывают, потому что есть необходимость. Очень трудно обойтись без российской нефти. Этим трем государствам научатся полностью обходиться. Тогда можно закрыть будет и эту ветку. Хотел бы тут, кстати, обсудить одну новость. Вашингтон-Пост, которая тоже со ссылкой на источники сообщает, что Владимир Зеленский якобы в начале этого года в частных беседах предлагал нанести удары как раз по нефтепроводу Дружба и как раз по южной ветке, чтобы обесточить, так сказать, Венгрию от российской нефти. Верите ли вы в то, что украинский президент мог предлагать подобные вещи? Как вы считаете? Вот как-то этот источник, Вашингтон-Пост, он все чаще и чаще, ну и раньше был очень сильно замечен в фейках. Вот прямо так будем говорить. В данном случае никакой логики, никакой пользы для Украины в бомбардировке этого нефтепровода я не вижу. Ну, проходит нефтепровод по территории Украины. Украина получает деньги за транзит. Мало того, недавно стоимость транзита, вот тарифы были повышены, вполне приведены к европейским нормам, я бы так сказал. А зачем ее, вот кому это может повредить? Россия это очень незначительно повредит, там объемы небольшие. А повредит это соседям Венгрии, Чехии, Словакии. Вот я сомневаюсь в таких намерениях украинского президента. По поводу Украины, Минэнергостраны на днях сообщила о том, что страна испытывает нехватку как раз нефти и нефтепродуктов. И если в Украину перестанут поступать нефть и нефтепродукты, оставшихся ей хватит на период от 10 до 30 дней всего лишь. Соответственно, добавляют издание, что в Украине не работает 6 НПЗ, которые есть, Кременчугское НПЗ было уничтожено российскими войсками еще весной прошлого года. Соответственно, можно ли говорить, что задачи Кремля по уничтожению украинской инфраструктуры успешно, к сожалению, выполнены, по крайней мере, в части инфраструктуры нефтяной? Я думаю, что еще далеко до выполнения этих задач. Во-первых, Украина до сих пор имеет возможность получать нефть с запада. Это раз. Затем можно задействовать нефтепровод Одесса-Броды, по которому тоже можно через Черного моря получать сырую нефть. Нефтепродукты Украина покупает в больших объемах. Раньше покупала у белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Сейчас несколько сократился этот поток. Действительно стало сложно. Но объем резервов, которые позволяют протянуть без импорта до месяца, это вполне... Во многих странах как раз и есть такой резерв. Иногда это на три месяца у некоторых стран. Но месячный резерв, он позволяет фактически надеяться на то, что за этот срок можно изыскать источники получения дополнительных энергоносителей. И я думаю, в Европе сейчас, поскольку нет никаких дефицитов ни с нефтепродуктами, ни с нефтью в целом, то европейские трейдеры с удовольствием поделятся с Украиной, поскольку цена сейчас не очень высокая, поэтому вполне можно работать с поставщиками из европейских стран. Но вот в Европе пока нет дефицита. Здесь мы опять возвращаемся к теме индийских нефтепродуктов. Пока нет дефицита, потому что пока что нет ограничений на продукцию из Индии. А там посмотрим, как будут развиваться события. Еще с вами по поводу санкций хотел вспомнить, конечно же, про саммит «семерки» в Японии, который должен пройти в эти выходные. Кажется, что там в повестке нет вопросов тем российских углеводородов. Как вы думаете, почему? Ну, я думаю, что уже вот та цель, которая была поставлена еще в прошлом году, сократить финансовые возможности России, она обеспечена. И если посчитать серьезно какие-то дополнительные меры по сокращению этих финансовых поступлений от нефти и газа, то там практически ничего нет. Можно ограничивать каким-то образом действия участников цепочки, по которым идет российская нефть или российские нефтепродукты, транспортируются морем, чтобы цена была в пределах потолка. Вот как-то более строго за этим следить. Предлагали объявлять бойкот судам, которые участвуют в морской перевалке с танкера на танкер российской нефти. Но это опять-таки какие-то крохи в общем объеме российского нефтяного экспорта. То есть из пушки по воробьям уже получается стрелять, но никто с этим не собирается связываться. Были другие предложения, тоже мелкие какие-то исправления этих санкций, но никто не понимает, зачем это все делается. Были предложения ограничить российские возможности Росатома. Ну, когда посчитали, сколько ядерного топлива электростанции атомные получают в Соединенных Штатах Америки, в Европе, в Азии, из России, поняли, что зависимость от Росатома настолько велика, что здесь они сами по себе нанесут огромный удар. Да, вот в последнем данном где-то в год Россия от Росатома получает российский бюджет чуть ли не миллиард долларов, а вот сделать с этим, пожалуй, санкциями ничего нельзя, поскольку здесь очень односторонняя зависимость, здесь нет взаимозависимости даже. То есть это опасная для Запада, да и для Азии задача, начать ограничивать возможности российского Росатома. Хотел бы вернуться ненадолго к теме нефти. Еще одна любопытная новость, оказывается, Турция в первой половине мая удвоила импорт в страну российской нефти Юрлс. Как вы считаете, с чем это связано? Это временное явление и как можно объяснить этот факт со стороны сложных взаимоотношений России и Турции? Мы знаем о скидках на газ, которые как раз вот по счастливой случайности накануне выборов России предоставила Турция. Вот сейчас мы узнаем, что Турция, оказывается, в ответ, возможно, удваивает импорт российской нефти. Как это можно прокомментировать все? А здесь трудно что-то комментировать, потому что, ну да, турецкие компании предпочитают покупать более дешевую нефть. А у России сейчас как раз дешевая нефть. В порту Черноморского, в Туапсе, в Новороссийске можно купить нефть у каких-то посредников, которые, ну, сами по себе нефтяные компании через свои собственные подразделения, по очень дешевой цене предлагают нефть. И в Турции как-то поздно даже спохватились, Индия раньше на это прореагировала. Стали увеличивать закупки российской нефти, а тут посмотрели, посмотрели, ну и что же мы теряемся-то, давайте еще больше покупать российской нефти. Так что сенсации тут нет никакой. Ну да, потоки экспорта российской нефти, они переориентированы. Если раньше вот черноморские порты отгружали в основном в европейские страны, и точкой привязки цены была обычно Аугуста. Ну вот итальянские порты, вот в Испанию что-то такое, в Грецию шло, в Турцию, ну, не так много шло российской нефти. Турция очень неплохо пользуется азербайджанской нефтью, там более прочные как-то связи. А когда увидели, что это все очень дешево, ну, посмотрите, как я уже сказал, азербайджанская нефть стоит 81 доллар за баррель, а российская нефть там 55 где-то. Можно покупать российскую нефть, а не азербайджанскую. Ну, кстати, о азербайджанской нефти хотел с вами поговорить. Азербайджан в марте вышел на первое место по поставкам нефти в Италию. Как мы знаем, с зимы этого года Россия не поставляет свою нефть в эту замечательную страну. Можно ли говорить, что Россия, ну, в какой-то степени уступила Азербайджану свое место? Ну, в какой-то степени, действительно. Азербайджан увеличивает добычу нефти. Вот в апреле у него было 512 тысяч баррелей в сутки, ну, полмиллиона баррелей в сутки. Замечательная нефть марки Азеры Лайт. И это очень выгодное приобретение для нефтеперерабатывающих заводов в той же Европе. Почему? И недалеко возить. Поэтому, я думаю, что вот этот маршрут азербайджанской нефти в Италию, он очень хорошо отработан. Из Черного моря можно возить. Не только из Средиземного моря через Джейхан. Здесь ничего сенсационного нет. Но можно покупать нефть из других источников, если российская нефть под запретом в результате санкций. А это именно азербайджанская нефть? Не нефть из Казахстана? Потому что вы как раз рассказывали. Нет, именно это нефть азербайджанская, потому что работает с этой нефтью азербайджанская компания Сокар. Вот это ее данные по экспорту. И там вот как раз в Италии нефть, которая исходит не из каких-то даже иностранных участников нефтяных проектов в Азербайджане, а от самой государственной компании Ганкар или Сокар, по-разному ее обозначают. Так что это именно их нефть. Предлагаю сейчас отправиться на мысы, отправиться на север Европы. Там норвежская Эквинор официально возобновила работу месторождения Нью-Йорк в Норвежском море. Знаменитое месторождение было ввезено в эксплуатацию в 1997 году. Потом в 2016 работа приостановилась. Нужно было пройти модернизацию для платформы и для плавучего хранилища нефти. Вот сейчас снова в строю это месторождение. Министр нефти и энергетики Норвегии побывал на этом официальном открытии и сказал, что открытие месторождения, второе открытие, способствует тому, что Норвегия на долгие годы останется стабильным поставщиком газа в Европу. Михаил Иванович, скажите, какое действительно такое важное значение имеет месторождение Нью-Йорк для Норвегии и для европейского рынка? Ну, это скорее символика, потому что месторождение среднее по размерам, по своим, вот даже по российским меркам, ну там примерно 30 миллионов тонн нефти. То есть это пиар все, пиар все, да? Нет, 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 это не просто пиар. В Норвегии объявили совершенно официально, что шаги по расширению добычи, по увеличению добычи нефти страна предпринимает потому, что на украинской территории идет война. И в результате Европа нуждается, ну Европа и весь мир нуждаются в притоке нефти, которую вот собираются ограничивать потребление российской нефти. Вот Европа ради этого, якобы только ради этого, и были приняты меры для возрождения месторождения. Ну, месторождение довольно известное, да, оно с 97-го года прошлого века работало по 13-й год, это вот был план такой. Дальше его должны были закрыть. Но в 16-м году сняли платформу, стали ее переоборудовать, и выяснилось, что на новых технологиях, с новой платформой, пробурив 10 новых скважин, жизнь этого месторождения можно продлить еще на 20 лет. То есть это месторождение, которое фактически уже закрыли, и вдруг оно вот снова к жизни вернулось. Мало того, им удалось добиться того, что вот эти вложенные дополнительные средства, модернизацию, возрождение этого месторождения, они должны окупиться за два года только. То есть это вот для нефтяной отрасли, такая быстрая окупаемость таких инвестиций, это своеобразный рекорд. И кроме этого, они сейчас должны еще заработать, по-моему, еще два новых месторождения. Это Бауги и Этерия. Это еще 110 миллиардов баррелей, 110 миллионов баррелей запасы. Они тоже должны вот сейчас в ближайшее время вступить в строй. Так что, если раньше в Норвегии, ну, не очень, может быть, даже активно вели работу по расширению нефтедобычи и газодобычи, то сейчас в связи с такой ситуацией в Европе, как они честно говорят, они активизировали эти усилия. Я думаю, что и по газу они больше начнут распределять лицензии, даже там, где когда-то нельзя было их распределять, там в арктической зоне. Работа идет именно потому, что Европе нужны энергоносители. И именно потому, что Европе нужны энергоносители такой короткий срок окупаемости, правильно я понимаю? Два года все. Да, да, да. То есть, это вот они вот все эти... И цены позволяют, вот нынешние цены, даже не такие уж высокие цены на нефть, они позволяют окупать этот проект, высокотехнологичный проект за два года всего. Еще одна важная новость, на мой взгляд, Саудовская Аравия может дополнительно разместить акции на бирже своего нефтяного гиганта Саудио Арамка. Это самая дорогая нефтяная компания в мире. И уже посчитали, что даже если они сейчас разместят один процент своих акций на бирже, это принесет более 20 миллиардов долларов США. И, в общем, в любом случае, если действительно этот листинг дополнительно произойдет, это будет крупнейшая подобная сделка за последние годы. В связи с этим вопрос. Не впервые говорят о дополнительном листинге Саудио Арамка, и каждый раз обращается внимание на тот факт, зачем Саудовская Аравия это нужно. А дело в том, что саудовцы хотят монетизировать огромные свои нефтяные активы и каким-то образом использовать вырученные деньги для инвестиций в другие отрасли, в частности, в высокие технологии. Михаил Иванович, хотел у вас спросить, вот эта диверсификация экономики Саудовской Аравии, действительно, насколько она им необходима, и каковы успехи саудовцев на этом поприще? Ну, вот за этим событием стоит последить, потому что новости поступают довольно быстро, и вот только сегодня стало известно о планах компании Арамко продать этот вот 1% своих акций исключительно на внутреннем рынке, то есть никакие иностранцы не будут покупать вот эти акции, становиться совладельцами. Это первое. Второе. Идут в Саудовской Аравии дискуссии по поводу того, куда что вкладывать, и ловят наблюдатели за Саудиоарабкой даже намеки на какие-то перемены в стратегических планах этой компании. То ли она действительно собирается развивать альтернативные виды энергетики, вкладывать куда-то в экономическое развитие, помимо нефти и газа, то ли она собирается активизировать свои усилия в разведке и добыче нефти и в дальнейшем. Сейчас произошли новые назначения в несколько крупных департаментах этой компании, и когда наблюдатели посмотрели на того, кого назначают, что там возможно происходит, то возникло предположение, что компания будет все больше вкладывать в разведку и добычу нефти, не сокращая вот это свое направление. А что касается в целом перевода вот нефтедобывающих стран, особенно Аравийского полуострова, вот Ирака, Ирана, поворот к новой энергетике, то пока это на уровне дискуссий. Да, вот я несколько раз рассказывал о том, как в Катаре участвовал в конференции, главная задача была, как в этой конференции обсудить, как переходить от экономики, основанной на эксплуатации ресурсов природных, как экономики, основанной на знаниях. Вот ужасно интересное направление, я внимательно за этим за всем слежу, а в Саудовской Аравии я вижу серьезную работу по новой энергетике, ветер, солнце, водород и так далее, строительству каких-то ультрасовременных экономических центров, целых городов, развития не только добывающей промышленности, но даже международного туризма, привлечения других капиталов в страну. То есть Саудовская Аравия очень сильно развивает другие отрасли, не только нефтегаз. Но нефтегаз, как я уже, как вот эти намеки на перестановки в компании показывают, скорее всего будет развиваться и дальше ускоренными темпами, потому что мы видим некоторые прогнозы, прогнозы ОПЕК, прогнозы Международного энергетического агентства о том, что, к сожалению, многие серьезные компании, крупные компании мира сокращают инвестиции в разведку добычи, в перспективные проекты по ископаемым видам топлива, ну, в расчете на то, что мир переходит совсем уж на зеленую энергетику. И есть предупреждение, что это делается, к сожалению, слишком быстро, неплохо бы еще добавить каких-то инвестиций в нефть и газ, потому что может оказаться, что они еще какое-то время будут нужны. Вот дискуссии продолжаются. То есть Саудовцы делают ставку, все-таки, по крайней мере, компания Саудиорамка и акционеры в лице государства, что деньги Саудиорамка мы не направляем на высокие технологии, на какие-то новые проекты, альтернативную энергетику, все-таки делаем ставку на старые добрые нефтяные скважины. Верно? Да, не только, потому что там усиливают руководство двух направлений. Это вот апстрим разведки и добычи, и второе, это переработка. Вот туда тоже. То есть Саудовская Аравия и вообще государство Персидского залива очень серьезно строит себе нефтеперерабатывающие мощности, увеличивает мощность старых, строит новые. Вот эта работа очень здорово там идет. И это направление, опять-таки, получает усиление в Саудиорамках. Михаил Иванович, остается вас поблагодарить за этот комментарий. Ждем вас на следующей неделе. Будут новые новости. Новые новости, новые события. Спасибо. Спасибо и всего доброго. До свидания. Это был Михаил Иванович Крутихин на канале Ходорковский Лайф. Меня зовут Кирилл Седов. Я во второй раз прошу вас, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, минимум пять слов. Делитесь этим видео в соцсетях со своими друзьями. Нам нужна ваша поддержка. Я с вами увижусь во вторник в программе «Правила игры». Берегите себя. Субтитры подогнал «Симон»